В очередной раз в зале представительства Национального Олимпийского комитета в Брестской области праздник. В гостях титулованные спортсмены и тренеры разных лет. Конечно же, повод для такой встречи важный. В областном центре презентуется издание о тех, кто своей жизнью и достижениями формировал спортивную судьбу Беларуси. В итоге 42 статьи, соответственно, о 42 заслуженных лицах. И среди них уже не только ветераны спорта, но и особо приятно выделить спортивные династии. И таковы у нас есть даже олимпийские спортивные династии. Хотелось бы, чтобы наши любители спорта знали об этом, что готовятся к Олимпийским играм такими семьями прямо. Есть еще и тандемы олимпийской семьи, когда муж и жена готовят наших будущих олимпийских чемпионов. «Судьба спортивная» – так называется проект и книга, рассказывающая о главных достижениях спортсменов Брестского региона. Под красочной обложкой судьбы несколько десятков талантливых людей. Которые своими успехами и достижениями смогли вдохновить сотни и даже тысячи. Об их успехах и достижениях рассказывали в своих публикациях журналисты печатных СМИ. Лучшие работы и стали основой книги. В торжественной обстановке авторам-победителям были вручены памятные подарки и благодарности. Есть среди них и те, кто совмещает работу в редакции с тренерской. Было очень интересно, тем более люди достаточно интересные и каждый материал по-своему интересен. Я работаю корреспондентом в районной газете на полуставке, так и сам являюсь тренером по футболу. Поэтому мне в этом и поэтому еще легко писать о спорте и, допустим, даже о том же футболе в частности. «Судьба спортивная» – второй сборник, выпущенный в рамках одноименного проекта. Он объединил в себе 42 публикации. Первый вышел в свет в 2011 году и собрал на своих страницах 46 историй. На этом авторы проекта останавливаться не спешат, ведь есть еще в области герои. А значит, есть о ком писать и рассказывать. Продолжение следует...